Друзья, молю отнестись с понимаемой к моей исповеди. Через три месяца исполняется 180-летие со дня рождения Чайковского. Какое желание послушать в конце моей жизни его симфонии, концерты, оперы. Увы, это только мечты или есть надежды. Сможете помочь мне? У меня в руках особенное письмо. Письмо с уникальной историей. Здесь написана мечта бабушки, и эта мечта действительно уникальна. Сейчас мы под видом простых волонтеров, которые принесли ей продукты, постараемся зайти к ней в гости. Это канал Слова Пацана. Меня зовут Рома. За камерой, как всегда, Дима. И это наше новое видео. Пожалуйста, нажмите колокольчик, у кого не нажат, чтобы вам приходили уведомления о наших новых видео. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на мой инстаграм Слова.Пацана. Мы заходим в подъезд. Первые трудности. Ну, на самом деле, дом большой. Я думаю, что сейчас дождемся, что кто-то выйдет. И мы сможем зайти. Здесь у нас продукты, а здесь у нас основной сюрприз замаскированный. Мы пытаемся найти квартиру, которая нам нужна. У нас целый квест. Ёлки-палты. У нас просто квест за квестом. Опять эррор. Ну, вот, квест. Спасибо. Звонок вижу. Я почему-то так нервничаю. Я думаю, что сейчас зрителю очень важно сказать, что всегда, когда такие неподготовленные сюжеты, когда мы не знаем, что будет, морально очень сложно. Мы вот действительно стоим здесь в коридоре, мы нервничаем, мы переживаем. Здравствуйте. 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 Мы волонтеры, которые вам звонили. Я не слышала, мне уже звонили. Я не знаю, зачем вы звонили. Да мы так это... Это наш пакетик мы поставим так. Ну, смотрите, здесь продукты, все необходимое и немножко чуть-чуть побольше еще то, что может быть. Ну, знаете, честное слово, ничего не надо. Я вот просто так, я думаю, вы приведете. А я вам подарю. Хорошо? Что именно? А я просто как дарю. Ну, это я пусть не от себя, но неважно. А вы подумайте, что как бы то от себя. Я человек одинокий, я не знаю даже, кому отдать. Вот так вот, если вот что-то у меня когда есть, вот хорошо. Родственники так не делают даже, вот честное слово я вам говорю. Вот у меня племянники есть, они вообще даже о мне не помнят. Где-то они там живут, они не помнят. А вы о чужих. Редко сейчас. Спасибо. Редко сейчас, это очень редко. Прошли бы хоть чуть-чуть. А вас зовут? Евгений Дмитриев. Евгений Дмитриев. Очень приятно. Меня Рома. Меня Дима. Это Дима. Чем мне вас тоже угостить, а? Чего вы хотели бы? Да нас ничем нужно. У вас такой порядок дома. Здорово. Да. Чем вы увлекаетесь? Знаете, я вам чего-нибудь подарю, а? Я люблю... Нет, дарить ничего не нужно. Нет, ну... Если увлекаться, я люблю книги, музыку, не знаю, вот. Музыку, да? Все такое. Вот я вот хочу... Диски хотели, какие вам? О, посмотрите, есть? Есть. А нет, имеется в виду, есть на чем послушать. А так, да, спасибо. Возьмите. Спасибо, Игорь Тарков. Спасибо. Это уж, наверное, не откажетесь. У меня, Игорь, есть диски, и кассеты, и пластинки. Сейчас в машине будем ехать, будем слушать на обратном пути. Спасибо. А пластинки у вас, вы говорите, есть тоже, да? Ой, у меня все классика. Классика, вот оно все. Много. А можно посмотреть? Ну, че, хвалиться. Здесь вот все в основном симфоническая музыка, опера. Здесь уже и голоса, конечно, эти все. Когда еще была молодая, я ездила, конечно, в Морскому. Вот там мы жили в Электростаре тогда, это еще я беззамужества. Вот, я ездила в Москву на все эти концерты, конечно. Ваше самое любимое, это что? Да, самое любимое. Ой, конечно, шестую. Наверное, вы тоже знаете, Чайковского шестую симфонию люблю. Вот, потом Моцарта все люблю. Вот, повторяю. И Поганини. Просто я когда слушаю, все, это самое, кипит. Я бы бесконечно слушала, бы слушала. Но у меня он, это самое, сломался, меня ремонтировали его. А сколько вам лет сейчас? 81. Чем вообще занимаетесь, как, чем живете? Ну, для чего-то так, все понемножку, чего-то, особенно. И тут сидишь, вот читаешь, перечитываешь всю литературу, даже несколько раз. Просто это и для души, и как-то время уходит. А в жизни вообще вы работали кем? Я начинала в типографии, начинала, там, мастер, в корректную, а потом в редакции закончила. Такая была строптивая, что я ушла раньше времени. Бросила все, вот. Ну, просто не ужилась своим, это, редактором, начальником. И ушла. Ну, правда, хорошо, у меня муж военный был. Вот такой. Ушла я. До пенсии я не доработала. Я говорю, я вот не могла позволить. Конечно, можно раз просить, второй раз просить, третий раз просить. Но уже дальше я все, я взрывалась. И вот так вот все оставила. Ну, и не жалею ни о чем. Ну, и хорошо. А дети у вас есть? У нас не было. А можно послушать что-нибудь из пластины? Ну, это, это, пластинки я не могу. Я вот это вам только могу, что могу, это, вот, кассеты или же это. Ну, а почему пластинки? Ну, хотя бы вот это показать. У меня это, я говорю, что, когда у меня перестало работать, я пригласила одного здесь. Ну, сейчас никто, наверное, в этом не разбирается. Пригласил, он меня вроде бы наладил. Конечно, хорошие деньги заплатил. Через полгода остановился. Никакой гарантии не было. Я, вы знаете, как не стала никаких претензий к нему предложить. Думаю, да ладно, буду слушать кассеты. А это старый какой-то, да? Да. Можно посмотреть его? Польский. А вроде бы включается. А вы, вы когда последний раз на нем слушали что-то? Ну, уже несколько лет назад. Куда бы кто-то, если бы немножечко... А современный вы почему не купите? А где я его куплю? Я бы купила. Только вдумайтесь, на протяжении многих лет пожилой человек не мог купить проигрыватель для пластинок. Она просто не знала, как физически это сделать, и не было вокруг людей, которые могли бы ей немножко в этом помочь. Это надо же только подумать. Такое письмо мне в руки попало. Я даже удивляюсь. Это же ваше письмо? Я куда отправляла? В Новосибирскую область. Представляете, мы живем в Москве, вы живете в Московской области, а это письмо вы отправили в Бийск, по-моему, да, куда-то? Не так давно нам написали из Сибири, из редакции православного журнала «Душа». Дело в том, что им на почту пришло рукописное письмо от бабушки, живущей в Подмосковье. Эта бабушка просила их помочь ей осуществить ее мечту на старости лет. Друзья, молю отнестись с пониманием к моей исповеди. Причитав очередной номер сборника «Душа», решила узнать побольше о городе Бердске. Заглянула во второй том энциклопедии. Меня заинтересовала, среди прочего, такая справка. ПО «Вега» выпускает стереофонические проигратели. У меня не работают польские проигратели. После дорогого ремонта посоветовали выбросить. Сможете помочь мне? Это вам. Слушайте, ну надо же, замкнулся круг. Так, это здесь пластинки, да? Да. Как хоть посмотреть? Современные. Мы сейчас все вам подключим. Меня сразили, я же помолву. Вот уж не думала. А я думаю вот так вот. Ну ладно, навещать стариков всех здесь. А здесь даже вот. Ой, вот да. Ой, чудо какое. Вот это вот мечта моя сбылась. Я думаю, хоть бы перед концом жизни послушать. Ой, так, что еще я не обвожу. Здравствуйте. Ну, Шестая, эта симфония очень, это, слушать много. Но она раздирает души. Я не знаю, сейчас прям неподходящее время. Это нужно одному человеку. Вот сидеть и переживать. Самое лучшее произведение, я считаю, у него. Дома послушаем Чайковского, Шестую симфонию. Так, ну-ка, держите. Держим. Вот легко, легко больше всех люблю. И вам, наверное, тоже понравится. Ой, не могу. Я в шоке. Ну, приятный шок хотя бы. Конечно. Есть он. Включили. Все, все, все. Все, там работает, работает. Теперь как надо запустить. Современные-то. Как-то вот так вот. Не, надо, чтобы крутилось. Надо, чтобы крутилось. ПЕСНЯ 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 Рассказать. Почему вы решили написать письмо именно туда? Дело в том, что вот я вот так вот. Вы стоите на холодный пол. Вы хоть подвиньте. Сейчас жарко. Я весь сон не жарко. Ой, да думаю. Тебе наоборот приятно. Коленками на холодном полу. ПЕСНЯ Я вам говорю, что я хожу в Высоцкий монастырь. И вот туда настоятель, Епирска, роман Роба. И вот он этот журнальчик привозит. Гляжу. Это самый Берс. А у меня в свете, это самый энциклопедия. Думаю, что такое за Берск? Дай-ка я хоть почитаю, что он из себя представляет этот город. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Вот Берск, город с 1944 года. В России, Новосибирская область. Железнодорожная станция, сколько жителей. И потом ПО, ВЕГА, стереофонические электропроигрыватели. И меня сразу осенило. Думаю, вот чего мне нужно-то. На самом деле купить такую штуку несложно. Если уметь пользоваться интернетом. Мы прекрасно понимаем, что для вас это непросто. А для нас элементарно. Понимаете? Поэтому мы в этом плане вам постарались как-то чуть-чуть подсобить. В общем, мы поехали. Спасибо вам. Да вам спасибо. Спасибо. Вы столько проделали путь, а все это, господи, я не знаю. Мы на самом деле очень рады, что это же по сути ваша мечта была. Да. И мы эту мечту... Исполнили. Как-то постарались... Ну, это он внушил. Исполнили. Все, спасибо. Мы поехали. До свидания. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Только что мы вышли из квартиры Евгении Дмитриевны. Еще находимся здесь в подъезде. В нашем понимании эта история очень трогательная. Хочется поблагодарить наших зрителей за ту поддержку, которую вы всегда нам оказываете. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажмите колокольчик, у кого он не нажат. И мой инстаграм. Я вас там всех жду. Слоба.пацана Подписывайтесь. Мы приходим со следующим видео в следующий понедельник. Спасибо. Пока.